В конце месяца с 23 по 25 июля состоится мегаконгресс, который будет происходить в более чем 50 городах по всему миру одновременно. И закончится это большим мероприятием, конгрессом по единству здесь в Израиле. Вопрос, в чем разница между таким вот мегаконгрессом и обычными конгрессами, которые происходят в одном месте локально, и как к этому готовиться и извлечь максимум пользы. Ну вот сидят с нами Торонто, Москва, Нью-Йорк был, отдельные товарищи, которые тоже смотрят с нами на связи. Много групп по всему миру. Конгресс, на который съезжаются физически, все-таки стоит сделать, конечно. Мы стараемся сделать такой конгресс и в США, скорее всего, сделаем. И здесь у нас тоже планируется в ноябре такой конгресс. Но сколько, в общем, людей могут съехаться на такой конгресс? Ограниченное количество, что бы ты ни сказал. Даже в Израиле, когда мы поднимаем конгресс на 6 тысяч человек. Это все равно относительно количества всех учащихся и находящихся с нами на связи, это всего лишь малая часть. Мега-конгресс позволяет подключиться людям в форме и в количестве неограниченном. Круглосуточно, все 24 часа, помноженные на 3 дня, быть в обоюдных действиях по всему миру, в таком обоюдном участии, которое позволяет всем группам по тому порядку, который мы установим, представить себя, быть в отдаче относительно всех остальных. Человеку не надо тратить деньги и время лишнее, что довольно-таки непросто в наше время лететь в какие-то места, устраиваться там. А на месте, там, где он находится, очень желательно, конечно, подключиться к местной группе и провести максимум времени из этих трех дней вместе с такой оригинальной группой. Поэтому мы это делаем в пятницу, в субботу, в воскресенье. Такие дни, которые люди могут сделать общим отпуском с выходными в начале или в конце и так далее. По плану, будет много мероприятий и местных также, когда мы уделяем в течение Конгресса один день специально для всего КЛИ, для каждой группы, для каждого места, быть внутри себя, проводить местные уроки, заседания. Отсюда выезжают, как я слышал, сто с лишним человек наши представители, которые летят в различные места мира, в разные группы, для того, чтобы с ними вместе провести это время. Кроме того, товарищи, которые выезжают, они выезжают за несколько дней до событий, останутся чуть дольше тоже, чтобы побольше связаться, побольше помочь во всем, чем надо. То есть, этот Конгресс, его форма, это форма таких подсоединений, которые мы, скорее всего, все больше и больше будем использовать в будущем. Это форма виртуальной связи с местной группой, с которой я объединяюсь через все остальные группы, через интернет-каналы. Я считаю, что это самая лучшая, самая удобная связь и действительно самая реальная. Потому что, если взять в расчет, что у нас есть товарищи в Чили, в Аргентине, во всей Латинской Америке, в Сибири, в Азии, в Австралии, в Африке, сегодня это очень сложно, добраться до какого-то места и там объединиться со всеми. Мы должны заранее подготовить себя, чтобы все знали слова песен, все знали, какие намерения должны быть. То есть, все заранее должно быть заготовлено, находилось под рукой человека. И, может быть, стоит позаботиться также о том, что, возможно, есть такие группы или отдельные товарищи, которым трудно даже в виртуальную связь войти с нами. Надо позаботиться о том, чтобы они связались. Допустим, я где-то там в своем городе один, а где-то в соседних городах есть еще товарищи, чтобы я знал о них. Короче говоря, нужно подбадривать людей, максимально объединяться. Физически тоже. Там, где можно. А там, где-то уже выше обычных возможностей, тогда виртуальная связь. Так что я надеюсь, что все эти три дня или хотя бы большинство из этого времени люди будут вместе с нами круглосуточно, день и ночь. Потому что там где-то день, а в это же время, в другом месте ночи мы будем стараться все-таки быть в такой плотной связи. Я очень надеюсь, что эта связь приведет к увеличению силы нашего единства в мире и приведет мир к лучшему состоянию. Потому что миру нет недостатка ни в чем, кроме взаимной отдачи, взаимного поручительства и любви. И тогда раскроется Творец и все благо. Поэтому эти действия самые эффективные и большую пользу извлечет каждый участвующий.